Мы сегодня начинаем наш путь в станции Купо в Хусане. Это все мои чемоданы. Что, доченька? Хочешь застегнуть ремешок? Все, мы будем ехать на часах 3 часа 48 минут. Ирина, обнимай папу, целуй, пока-пока. Все, мы с тобой поедем на поезде. Обнимай папу, поцелуй. Пока, Маша, пока-пока. Так, ну что, мы уже в поезде, 3 часа теперь нам нужно ехать. Потом еще целый час будем на автобусе ехать в город. Что, доченька? Смотря на то, что мы совсем близко же вам взгляжились на дорожной станции, именно этот поезд проезжает, не останавливается. Вот здесь наш, вот где-то здесь наш дом. Проехали уже. Я в дорогу взяла вот такую вот книжку со стикерами и не одну. Так вот, Эрин. Эрин, а где пингвин? Вот его домик. Или он в водичке плавает? Вот ты его. А, он рыбу кушает. Покорми пингвина рыбой. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням. 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 Ох. Топ-оп-оп-оп. Ох. 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 Мулки. Ох. 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 Короче, за 15 минут мы сейчас расклеим все эти стикеры. Че липо? Айри, начнем, че перевернутая. Эйри? Что, датенька? Ты с дедушкой клеишь стикеры? А, покажи всех своих кошек. Сколько у тебя кошечек там. Котята, посчитай. Да, неправильно немножко наклеила. У нас уже вторая пошла книжка со стикерами. У нас какая-то станция. Ее уже нам совсем скоро выходить. Иси, где рыба, Ирина? Ирина, смотри, здесь же есть рыба. Ирина, смотри, здесь же есть рыба. Ирина, смотри. У нас тут пока пересадка. Мы только вышли с поезда. И вот сейчас будем сидеть на автобус, который отвезет нас в аэропорт. Двух часов в поезде, Ирина, решила подвигаться. Ирина, аккуратно нужно двигаться. Доченька. Бубух будет. Ирина, бубух упадет. Прошло время прощаться с очень удобной Кореей и чистой. Это такая комната для матери-ребенка с парковкой для колясок. Но вот единственное, что здесь нет, это микроволновки. Доченька, идем попробуем, попросим где-то тебе разогреть, да? Не будешь? Смотрите, кого мы нашли в аэропорту. Наши двойняшки переехали же все. Каури с мужем приехали с нами попрощаться. Ирина, мы забыли друг друга, да? Все заняты, все едят. Что вы, разнакомились, друзьяки? Ребят, ну все, мы полетели. Пока-пока. Пока-пока. Короче, все недовольны. Ирина, пока-пока. Ну и еще прелести корейского аэропорта, что здесь есть такой вот детский уголок. И вот наш гейт 24-й. И мы уже через 25 минут будем заходить в самолет. Пу-ру-ру, это Эрина. Пу-ру-ру. Пу-ру-ру. Что там, рыбки? Рыбки? Эрина уже 15 минут бегает. Самое оно ребенку перед самолетом. Она бегаться и вырубится. Сегодня плохо спала вообще она. Всего лишь полчаса поспала в автобусе. Что там, дядя пошел, Эрин? Эрин, не лезь, пожалуйста. Доченька, ты сейчас упадешь. Какой-то дядя так громко чихает. Испугалась. Ай-яй-яй, скажи, дядя, что ты так громко кашляешь или чихаешь? Скажи, ай-яй-яй. Ну все, не смотри. Ты же сама смотришь? Эрин, короче, понравилось бегать. Эрин, возвращайся. Что, что случилось? Маме тоже нужно туда идти? Куда маме нужно идти? Эрин, мы сейчас полетим на этом самолете. Ты видишь, какой большой? Видишь, какой большой самолет? Ты сейчас полетишь на самолете на таком? Ну что, мы уже в самолете. Вот нам достались такие места. Это 6J. Впереди только бизнес-класс. И здесь должна крепиться Эрин кроватка. Правда, все время светит вот эта штука. Эрин тут рассматривает, что ей вручили. А, маленькие тапочки. Так, ну что, я поздравляю вас. Мы летим вот так вот вдвоем на этих местах. Только что сказали, что посадка завершена. И все, к нам уже никто не придет. Ура! О, боже, как классно! Кормят сегодня рыбой, салатом с креветками и морковным тортиком. Смотрите, какую Эрин кроватку тут принесли. Она уже успела даже уснуть. И рассматривали такие вот эти. Класс! Ну, она, конечно, еле поместилась здесь. И, если честно, то до 11 килограмм. Ну, Эрин немножко уже больше, чем 11. Может, 11 с половиной? Мы тут с Эрин завтракаем уже. И в этот раз я заказывала детское отдельное именно питание. Не просто в баночке пюрешку. Киви. Ну, сказали, что нет нашего детского питания. Отдельно ей. Просто дали вот такую вот штуку. Типа яблочное пюре. Но она им отказывается есть. Ну, не кушай ты его. Ты будешь фрукты кушать. Мама даст, мама даст. Ну. Ну что? У нас теперь новая книжка. со стикерами. Прикол этой книжки, что вот так вот есть дедушка, за которую Эрин отклеивает их. Зайка. Прик-скок, прик-скок. Покажи, как ты отклеиваешь. Морковка. Ку-ку мультик нас даже здесь нашел. Эрин уже берется за сумки, хочет выходить. Совсем немножко осталось, доченька. Скоро уже будем выходить. Вау, вау, вау. Мы уже в номере. Эрин успела даже немножко поспать, так как у нас 12 часов. Трансфер. О, боже, где мы вообще? Так как у нас 12 часов трансфер. О, а как ты на кровать уже успела залезть? Смотри, за секунду, Эрин. Давай найдем. Может, здесь есть Wi-Fi? Кая из Стамбул. Так что мы сейчас покупаемся. Доченька, аккуратно, пожалуйста. Пойдем на завтрак. И 12 часов нас заберут. Сейчас 6 утра. Так что вот такая вот история с нами приключилась. Вот так я выгляжу после 12 часового перелета. Эрин, если мы оборвем штору, маме не отдадут паспорт. О, опасность. Не вставай, пожалуйста. Так, мы идем купаться или нет, девушка? Давай, идем. Аккуратно слазь. Идем купаться и завтракать. Все, идем. Так, ну что, мы уже на завтраке. Я взяла турецкий бублик с кунжутом. Конечно же, маслины, грибы. Эрин, фрукты. И вот моя хлебная душа. Тебе вкусно? Вот лежу я, с Эрин, любуюсь этим видом. И не могу поверить, что это все действительно происходит с нами. Потому что мы бронировали же вообще билет на 13 мая. Мы должны были прилететь, как и прилетели в 4 утра. И через 2 часа у нас должен был быть самолет Херсон. Но в тот же день, когда мы только-только купили билет... Сэр, ты будешь спать? Ты будешь спать? Пришел нам имейл, и они написали, что отменен рейс утренний. И таким образом у нас получилась 12-часовая пересадка. Мы хотели поменять билет на другой день. Боже мой, мы все в синяках. Вставай. Должны были заплатить за это счастье 65 долларов. Но у нас никак не получалось это сделать. Так что я не расстраиваюсь, что у нас не получилось поменять дату вылета. Можно было не переживать. Все не так страшно, конечно. Хотелось бы не... Ну, настолько не рискованно путешествовать, да? Сразу себе комфортно поехать домой. Но раз так получилось, значит так получилось. Тоже испытание нам такое. Эрин, он веселье. Так что получилось, как получилось. Не расстраиваемся. Ждем. Конечно же, шаттл нас заберет за 4 часа до вылета. Мы в 4 с чем-то вылетаем, и в 12 нас уже приезжают забирать. То есть, по факту, в отеле мы были 6 часов. Го-го. Го-го. Нас покормили завтраком. Мы успели еще сходить рядышком в супермаркет, купить турецких мастелин и кофе. Так. Эрин, ты же понимаешь, эта штора, она вообще не чистая вообще. Очень даже грязная. Как мы тебя потом отмывать будем? Ой, как красиво. Вот такой вот он новый аэропорт. Стамбула. Идем на паспортный контроль. Новый аэропорт означает новый просторный дьюти-фри. Если в этой тюрке был он просто уже убитый, что аэропорт, что дьюти-фри, то здесь все пока такое новенькое. Более или менее... Вот честно, какой бы огромный, новый, красивый и большой, неоправданно, не знаю, очень далеко тут везде ходить, был бы этот аэропорт. Но отсутствие нормального доступного интернета перечеркивает все его достоинства. Я считаю, что в наше время это ненормально. Так, я даже не знаю, правильно ли я сделала, чтобы дала Эрин свободу, потому что вот она уже хочет это. Эрин, нет, садитесь немного. Вставай, 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 вставай. Все, ребенок без покупки не остался, идем играть в твоем новом лего. Взяли мы, а все, его снова потеряла, паровозик, который, ну, где же он? Короче, потом Эрин покажет, что мы взяли, хорошо? Спасаюсь детским питанием, припасенным заранее. Покажи, что ты кушаешь. Уже только что написано было, что нам нужен В2-гейт. Так что пойдем уже к гейту. Хотя посадка начнется через целый час. Кстати, вот можете наблюдать, что даже вот эти вот тележки тоже под депозит, под 1 евро. Нормально, да? И аэропорт пытается себя позиционировать, как самый большой в мире, самый крутой. Конечно. Не знаю, он просто громадный, это правда. И передвигаться по нему очень трудно. Предлагаю сравнить комнату матери ребенка в Инчоне, Истамбуле. Ну да, пока еще все такое новенькое. Диванчик здесь. Прекрасный вид. Ну и, собственно, все. Эрин, ты на каком самолете полетишь к бабушке с детушкой? Ну вот том. А как самолет летит, Эрин? Вот так летит, да? Что ты говоришь? Bye-bye? Наконец-то мы летим. Ну и, конечно, я не знаю, что здесь было свободное место. Мы прилетели на место. Эрин не дождалась встречи бабушки с тяжкой. Вон наш самолет. Короче, Эрин, ты если будешь смотреть это через 10 лет или через 20, ты все самое интересное проспала.